Приветствую всех, кто смотрит, это Кот, это Тила Total War, легендарный уровень сложности, война против всех, никому никакого мира. Я уже потратил все свои 24 тысячи, которые у меня были на всякие постройки, на снос, на вот это вот все я сделал. Помните, если я в прошлой серии нажал найти жену этому перцу, у меня тут опять родились геты, они после разграбления Алабу данными решили возродиться. Я сейчас, конечно, гетов чпокну, это без вопросов. Также посмотрим, что у них тут еще есть. Они, блин, на море, конечно, сидят и черт знает, как их там оттуда выкуривать. Вот так вот высаживаюсь, могу даже какую-то часть еще пройти, это моя третья армия из Британии, ну вот так чуть-чуть буквально. А так, а так у меня нету очков передвижения из-за того, что меня агент задержал, да? Наверное. Поэтому пока никуда не иду. Единственное, что вот эта армия может сейчас напасть на меня. Ну я вот так вот, наверное, подойду вот так, вот так вот и спрячусь. Хочет на меня напасть, как говорится, милости просим. У него там армия 16 всего, я не думаю, что он что-то сделает. Хотя бы одной моей армии, но всякое может быть, конечно. Давай я найму на всякий случай наемничка, какого-нибудь хорошего, чтобы он мне помог. Вот этот вот очень сильный дядька. Дорогой и сильный. Давай его, прикольный будет. Можно, кстати, даже тут еще немножечко пообъединять. И еще усилить армию наемникам вот этим. Таким же, да. Вот такие вот сильные два дядьки будут у меня наемные топорники. Гораздо лучше будет армия. Вот, поэтому на этот ход, видите, к сожалению, ничего не получилось. Ну, пофиг, зато на следующий точно все получится, разнесу. Если меня, конечно, агенты сильно не задержат, опять же. Так, что у меня тут? Тут у меня аутоагент, который должен подкачаться, по идее. И давай-ка я подкачаюсь на дезинформации. Критический успех. О, слушай, прикольно. Это значит, что он никуда не убежит. Я, в принципе, могу его шлепнуть. Богатство от земледелия. Отставить. Давай-ка сразу коррупцию вкачаю в максимум. Общественный порядок знахарка еще у него появилась. Ты смотри, класс. Вот, и поэтому вот эту штуку я уведу куда-то в, я так понимаю, эти греческие острова. Да, кстати, я нанял здесь агента, жильца отправил его сюда. А того, который здесь стоял, отправил сюда, чтобы он дошел до Бурдегалы. Такие вот пироги. Не знаю, здесь, наверное, пока не буду рыпаться. Пускай поселения мои тут немножечко еще подчинятся, попостроятся, особенно в Палестине. Вот эти два поселения. Какие еще дела? Вот здесь я хотел напасть. Давай попробуем. У меня тут довольно сильная армия, к тому же ночные атаки я умею. Вот попробую напасть на этих ребят. Что здесь такое? Еще что ли армия? Прикинь, здесь три армии стоит. Охренеть. Окей, тогда давай вот на вот эту. То есть, ну, три армии, понятное дело, я не перерублю, но зато вот так могу сделать. Правильно? Так, ну, это будет... У него много стрелков? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять стрелков. У меня раз, два, три, четыре, пять. Давай наступательный режим. Решительная победа 371. Я бы, наверное, лучше даже не сыгрался, честно. То есть, это вот отличный выбор. Для авторасчета. Восстанавливаю немножечко себе войск. И он убежал, да? Немножко разбежались, вонючки. Теперь мне даже ночная атака не особо нужна. Но мне нужно, в принципе, их всех замочить. Что у меня по наемникам здесь? Ну, кое-что есть. Кое-что есть. Давай-ка. Объединим то, что можно. Да наберу наемников. Как бы надо форсировать события уже. Сколько, как говорится, можно тут вала полоскать. Что, у меня денег нет? Да, денег нет. Раз не денег, значит, надо кого-нибудь атаковать. Можно этой армии проатковать. Константинополь я возьму. Интересно. Чисто так. Просто интересно. Вообще без понятия. Давай посмотрим, кто сильнее. Сточная Римская империя. Уровень силы 21. Вестгот и уровень силы 8. То есть, ну, понятно. Лучше, конечно, вот этих ребят атаковать. У них наверняка там ни черта, да? Так и есть. Поэтому я сейчас спокойно все это граблю. Даже если они у меня заберут вот у поселения, как бы плевать. Сидеть здесь вечно. Блядь, 700 монет. Ну, угораете, что ли? Капец. 700 монет. Фонтан. Ну, понятно, короче, у них ни черта нет. Блядь, уже подыхают. Тремонти. Ну, здесь только снос я поставил, поэтому... Даже так поставил, что денег не хватает на то, чтобы все это дело... Я могу вот так вот сделать, в принципе. Попробовать. Мне флот должен помочь, по идее. Вот так, полный стэк. Атака. Он еще может убежать, сварь. Ты посмотри на него, а? Не дотягиваюсь до этого. А до этого... Тоже убегает. Ладно. Ну, я вот здесь вот попробую флот поставить. Чтобы он в случае чего мне помог. Ну и второй. Гонять за этими упырями, конечно, дело не очень благодарное, но а что делать? Что остается делать, как говорится? Здесь атакуем, не атакуем, атакуем, не атакуем. Я просто не знаю, сколько у них армий там. И выводить армии, блин, отсюда больше, чем две. Ну, в смысле, разъединять их не очень хочется. Это новая Трояна Бастера через пять ходов. Я бы был... Достаточно... Комфортно мне было бы через пять ходов заняться этой бедой. Не раньше. Как-то так. На следующий ход двенадцать тысяч получу. Ну, все, наверное. Кто у меня на магистр пехоты может прыгнуть? Никто, да? Вот этот может, но он как бы уже при должности. Поэтому пока никаких телодвижений. Ну и все, значит, здесь... Здесь я закончил. Здесь у меня... В гентрате, если я выйду со пределы, то будет минус попасть. Да ты угораешь! Какого черта-то? А, я реку пересек. Фу, блин. Да. Так. Здесь сидит один-единственный бич порядок. Увеличивает. В принципе, все. Что с этими флотами? Флотики... Флотики, блин. Флотики у меня очень-очень легкие. Поэтому ими атаковать как бы, ну, не самая лучшая идея. Ладненько, давай-ка, хватит баловаться. Погнали. Посмотрим, что нам тут. Могут быть потные битвы с данными. Сейчас у них там неплохая армия. Она может напасть, если с агентами ловко поступит своими. То есть одну армию задержать, одной напасть. Ну, то есть такое. Могут быть неприятные сейчас, конечно, моменты. Но в целом... О, они еще друг с другом машутся. Вот вообще это. Это, пожалуйста, сколько угодно. Нет, 7000 ни о чем. Какая-то армия вестгодская пошла наверх. Так, ну да, вот данные. Сейчас пытаются что-то сделать своими агентами мне. Боялись мятежники скандинавские вот здесь, около Харфна. Да, кстати, агенты... У них получилось меня заподличать. Ну, армию, кстати, смотрите, они наняли там еще одну. И король у них вернулся. И еще флот. Короче говоря, они сконцентрировались. Соколистолизы свои. Это хрен. Ксенфорта. Опа, опа, опа. Атака. Атака на Трояну Бостра. Причем это именно атака. Это не... Вы пизданулись, что ли? Это что за херня? Это именно атака. Это никакая не... Ну, никакая не осада. Причем атака на моего полководца. Ну что ж, встретимся на поле боя. А что? Так, продолжаем. Я буду выводить своего полководца за стены. Потому что предать его в лесу где-то. Потому что ну-ка нахер. Вот. Не хочу, чтобы по мне пуляли. Всякие ублюдки. Мне императора терять не хочется. У меня... Извините, ему 55 лет еще поживет. Где это подкрепление вонющее? Там куча арты и армянских копейщиков. Ну, они сейчас будут поворотом стреляют. Кстати, очень большие стены. Я вообще, честно говоря, не представляю, как они собираются продавливать это все. Подожди, блядь. Я что-то не там обороняюсь, да? По всей видимости. Блядь, я перепутал, короче. Мне же вот эту площадь надо защищать. А я всех построил вот здесь. Вот я молодец, да? Правда ведь? Красавчик, че? Пам-пам-пам. Тогда надо сейчас все перестроить. Мне почему-то показалось, что надо вот здесь защищать. А оказывается, надо здесь защищать. Ну, тогда ладно. Давай тогда вот этих всех перетасуем. Ну, ничего, в обход могут побежать как-то, да? Могут, наверное. Давай тоже сюда. Сюда. Здесь вот у меня баррикады всякие еще. Я поставил их, блин, не очень грамотно, но... Наши ворота разрушены! Бывает. И где подкрепы? Меня интересно. У меня вся кавалерия пока что попрятана в лесу. Я не вижу их подкрепов с кучей арты. Там немерено арты было просто. Башня рухнула! Моя арта здесь стоит. Ее как бы особо никто не защищает. Но я вот так вот поставлю, наверное, здесь вот ташметки такие. Здесь и вот здесь. Надо было, конечно, на площади ставить. Ну ладно, шаг. Как бы я это попутал. Попутал. Ничего не сделаешь с этим уже. В узких местах вот здесь. Еще мне, сука, по башне стреляет, да? Да. Заодно жжет все. Придется без бонуса хайграунда здесь сражаться. Но здесь нормально будет. Так, а как они еще могут пройти? Они могут в обход вот так вот пройти, да? Давай, сюда тоже бегите тогда. В таком случае. Здесь они никак не зайдут, на самом деле. Ну а что сделаешь? Что ты кричишь-то так? Пожар, да. И... Все, надо покрасивее встать. Пока они там думают, как им атаковать, я уже успел, видите, перестроить все. Так, жесткий обстрел, конечно, будет. Жесткий, жесткий. Давай-ка сюда вот шмаляй. И мои пращники тоже, в принципе, могут как-то пострелять. Наверное, я не знаю. Вот так вот как-нибудь их поставить. Лучников сюда. Побыстрее. Так, где-где-где-где-где подкрепы? Я в упор не вижу, честное слово. Давай по слоникам. Сюда, в толпу, в толпу. Давай прямо. Не могут никуда попасть бы, к сожалению. Парщники, потому что... Дебилоиды вот эти. Неправильно построились, как я их не ставил, да? Для слоны. Слоны, это плохо. Подкрепы, подкрепы, подкрепы. Где эти водящие подкрепы их? А, вон они. Ага. Так, тогда все эти сюда в обход идут. А верблюды тогда уже сюда. А император пускай там торчит. Че, слоны что-то волнуются, да? Странно. Очень хорошо идет. Бомбежка. Здесь очень много трупов уже, я смотрю. Ну, неплохо, неплохо. Они не могут прорваться, эти катафракты. Давай огненным. Во, вот. Вот теперь я вижу анагар. Отлично. Надеюсь, что мои ребятки успеют. Пуляй, пуляй сюда вот. Уи-и-и. Бля, кровавая месива, посмотрите на это. От этого. Упырья надо подстрелить. Палатинов я туда не буду. Кидать. Слоны потрясены, их осталось чуть-чуть совсем. Так, очень-очень неплохо. Давай-ка еще вот сюда разочечек. И тогда я, наверное, прекращу, оставлю себе патроны. Это все фигня. Ух ты, блин. Ух ты, блин. Я забыл совсем про верблюдов своих. Давай-ка отойдем. Давай-ка отойдем. Вот в лесочечек. Блин, мои несчастные прачники никуда попасть не могут. Абсолютно. Это какой-то другой полководец. Стреляй по этому. Срисари, они сейчас все будут стрелять. Оно мать. Сейчас должны вроде они побежать будут. Никуда не денутся. Здесь я быстро разберусь, я думаю. Так, верблюды ждут своего часа. У меня очень скоро... А, патроны кончились, да? Ну, блин. Не уследил. Так, что здесь происходит? Что такое? Почему? Почему по вам стреляют? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, в принципе, все нормально. Самое главное, у меня полководец жив. Как там мои... Отлично. Здесь пока вроде все хорошо. Сейчас у меня полководцы... Ой, в смысле, вот эти копья дойдут хоть куда-нибудь. Здесь прорваться никто не может. Неплохо было бы куда-нибудь еще пострелять. Давай в атаку, хватит уже баловаться. Блин, прощей вообще бесполезный просто. Не знаю, куда их приткнуть, если честно. Идите в атаку. Пускай отдохнут пока. Мои копья. Не за ремень. Вроде все хорошо складывается. Все складывается в нашу пользу, да? Погоняем этих упырей. Сколько их там осталось? Та немного. Верблюд у меня готов, в принципе, к... ...удару сзади. Вот этого полководца еще можно шлепнуть, кстати говоря. А, возвращайся обратно. Может, пилу мы сейчас швырнем? Ограбление осталось снарядов. Стена счетов. О, прачники начали... Нет, не начали. Это начали стрелять мои вот эти ребята, которых я отключил от... ...черепахи. Ну все. Блин, да сколько аж можно? Ты долбанный армянин. Копейщик. Когда ты в атаку пойдешь уже? Сколько можно взад-назад бегать-то? Наши люди бегут, спасая свою шкуру. Кто там стреляет? Иди, пока этих убей. Зараза, он здесь, короче, стоит, прикрывает. Он видит моих этих... ...стоит, прикрывает, чтобы я в тыл не ударил. Ладно. Сейчас мы и так зайдем. Где у меня тут еще ворота есть? Здесь. Ну давай сюда. Сейчас мы и так зайдем в тыл. Че ты не сделаешь, говнюк? Палатины стоят. Ну все, давай в атаку. Легионеры у меня убежали, да? Ну ничего. Ты посмотри, что творится, а? Так, вот здесь, ребята... ...еще какое-то время продержатся. Сейчас моя кавалерия еще подойдет. Здесь, походу, мы побеждаем, да? Давай еще... ...туда генерала сюда... ...вернем. Так, один отряд уже здесь, давай. Ты мне нужен, сюда беги. Ну так вот, да? Ну, все убежали. Окей. Я не против. Сейчас только всех убью. А там уже... ...и победа. Встретимся на глобалке. Встретимся на глобалке. 239 шлепнула моя... ...это... ...арта. Все остальные не так много набили. Ну, палатины нехило так нарубили. Что приятно. Ну, кавалерия сейчас, конечно, нарежет. Будь здоров. Тяжелую победу мне нарисовали. Ну, не знаю, насколько она была тяжелая. Хотя... ...может и тяжелая. Ну, две армии минус. Ну, врага. Практически полностью погибли. Тут-то... ...осталось у них совсем чуть-чуть. Валите отсюда, вонючки. И у меня и идейские мятежнички, да? Они, кстати, не получают от этих ребят... ...видимо, от пустыни... ...это... ...бонус... ...ну, не бонус, а как... ...повреждения от пустыни, короче, они получают. Восточно-Римская империя нападает... ...потому что это их последний шанс, как бы, да? Ничего они не могут сделать здесь, конечно. Давай, до свидания. Двести монет, я не знаю. Не знаю, к чему это. И сепаратюги появляются, да? Опять? Дам шанса появиться, так как они хотели бы появиться. Отвалите. Стоите на пути к моей ачивке. Аббазги. Прислали агента. Хотят мою армию... ...совратить. Почему они так к констанцию бегут? Они так боятся антиохи, ну, потерять. Ну, наверное, боятся. Здесь сильные армии стоят. С того фланга у них не получилось. Супца. Тарсусом владеет Армения. Но это, походу, все, что у них есть. Их король тут бегает. Теперь гораздо больше на восточные фракции, да, отводится времени. Ну, потому что это, по сути, все, что осталось. Сейчас после того, как данные помрут, останутся только готы и какие-то там орды, которые не знают, куда приткнуться. Которых я гонял сейчас там. И одной армией. В Греции. Критический успех с конза. Сука. Успех, успех, провал, дезинформация, подстрекательство, провал. Противник погиб в битве. Ну, это... Это битва, да. Естественная смерть, небрачный ребенок, казна плюс тысяча, задание провалено. Что? А, ну, еще бы. Достойная пара. Вот, и другое дело, север. Личное влияние, хидрость плюс два. Да, да, жениться, да. Вот, видите, как хорошо. А то какую-то козу там. Первую давалку там. Себе отхватил. У нас губернатор в Египте. Отлично. Другое дело. 20 тысяч у меня есть, но это за счет налогов. И за счет... Разрушение всяких построек. У меня через два хода амфитеатр в Египте построится. И с порядком тоже будет все норм. Так что тут у нас... К Константинополю какие-то упыри подходят. Мой агент мне здесь не нужен. Он у меня пойдет высаживаться. Короче, я, ну, хочу его на западные острова отправить. Вот. Как быстрее все будет так или так? Не знаю. Ну, короче, давай, правильно, действительно, да. Тоже нету. Так, что я его высажу? Пускай сразу плывет. Мой агент, который... Вот этот, его задержали, да? Да что ты будешь делать, тварь? Манипуляции агентом убеждения. Давай, тебе в ответ. Пущенная возможность. Задержал моего агента, который шел. Это кто вообще такой? Какие-то... Вы не видите, что у него лицо коричневое? Чего вот он делает здесь? Вообще никаких подозрений, не? Пипец. Так, здесь по-прежнему стэк растет в мятежной армии. Еще один стэк появился в мятежной армии. Как бы такое уже. Подбешивает потихоньку, да? Эти ванюшки все разбежались куда-то, блин. Ты точно знаешь, что здесь какой-то стэк есть. Гонять за этими уродами. В скупах у меня очень большая... Как она называется? Гарнизон очень большой, поэтому вряд ли они на скупы нападут. Они, скорее всего, на Сердику нападут, где у меня не так много войск. А у них будет прилично на следующий ход. Поэтому мне бы, на самом деле, разобраться. Макрионаполь этот оставить, что ли? Блин, две армии здесь маловато. Мне бы еще одно нанять, а? Не две армии, а, как бы, меньше. Давай я отхожу в салоники, потому что уже... Уже опасно, как бы, становится. Макрионаполь придется оставить. Вообще не надо было, конечно, его трогать. Ух, смотри, какой у них анагар красивый. Хотел бы я себе такой. Так, и... Надо... Всердику, да, засунуться. Вот так вот, да. Все, теперь я себя чувствую в безопасности относительной. Конечно. Тримонии у меня могут забрать. Макрионаполь могут забрать. Пофиг, я даже здесь снесу. Может, деньги какие получу. Ой, может, успею. Если не заберут у меня. Но если заберут, я просто уничтожу эту армию. Я буду видеть, что придет из Константинополя, да? Пофиг на эту фракию. А, что тут делать-то? Вообще без понятия, если честно. Давай туда. Ты немножечко сюда. Вот, да, вот эта армия вонючая. Но они ничего не сделают у меня, как бы, сами видите. Да, я их немножко покоцал. Эти все разбежались. Обычные копейщики, никакие не тяжелые, там, не элитные. Все херня. Давай посмотрим, что в Скандинавии. Здесь все не так уж и радужно. А, лабу забираю себе обратно. И уничтожаю гетов таким образом опять. Или ютов, или... Короче, не важно. Очередную херню. Просто оккупировать. Это ты посмотри, а. Серьезно? Они уже успели, короче, какую-то армию сделать и отвезти их. Ее, что... Извиняюсь. Дом вождя... Так, плюс 20. Это вот за счет того, что здесь мятежная армия, да? Пускай и будет так. К лабу. Тогда подводим вот эту канитель. И вот так, да. Пока здесь встанем, короче. Постоим, я так понимаю. Потому что, ну, блин, а что делать-то? Можно, знаете, что сделать? Можно грохнуть и попробовать агента. Где у меня еще? Вот у меня. Вот этого. Слишком далеко. Вот этого. Манипуляция чего? Можно ловушка подавить. Это что значит? Перевербовка? Ух ты. А ну. Критический успех. О, отлично. У меня теперь есть еще один агент. Прекрасно. Прекрасно провидится. И здесь у меня еще есть агент, который... Пока ничего не может особо сделать. Могу помехи сделать. Вот изнурение. Отпущенная возможность. Ну ладно. Зато он получил повышение. Партизан. О. Это что такое? Действие партизан. Возможность найма. О, я ему могу возможность найма порезать. Класс. Класс. Я так и сделаю. 19 тысяч у меня. Хорошо. Так, что будем делать? Пхавни, фигавни, вот эти вот все фигни. Цена ремонта 2 тысячи. Блин, что ж так много-то? Давай снесем, короче, по одному. Я думаю, что они отремонтируются и будут второго уровня. Да, я за это лучше деньги получу. Загоны для коз. Это тоже сносись. Так, стадо скота. Тоже сносись. Короче, все сносим лишнее. Это во что можно переделать? В сторожку, да? Во лабу, да? Ну, пригодится на самом деле, наверное. Снесу. Торговые причалы. Тоже снесу, поставлю лучше рыбные. Здесь рыбацкие сразу в хавни поставлю. Вот так. Короче говоря, денег не так много, чтобы перестраивать все это дело. Лучше я все посношу. О потолковье будет здесь понятно все. В сердиках скупы здесь все отстраивается. Дордания у меня уже хорошее вообще. Плюс 20 идет за счет вот этих упырей. Я, собственно, на следующий ход и думаю с ними расправиться. Надеюсь, что получится. Это что? Богатство, эфирная провинция. Так, и стоимость найма пополнения. Вот так. Вот. С этими все. Далее. Что будем тут делать? Здесь меня порушили, да? Ну, ничего. Могло быть и хуже. Давай форум. Капитолий. И, и, и. Форум. Тут. Капитолини бани. Бахнем. Ничего эти не могут сделать. Зато я могу здесь антиохию взять, я думаю. Давай немножко вперед пройдем. У меня здесь агентов, к сожалению, никаких нет. Ага, вот армия, да. Блин. Аж две армии. Это Гай Триарий. Кстати говоря, он у меня уже довольно старенький дядька. 58 лет. И он до сих пор баран тупой не умеет ночные атаки. А вот этот персонаж. Тоже не умеет ночные атаки. Ааа. Как же вы меня утомили. У меня только император умеет ночные атаки. Кстати, он захватил один из этих анаграф таких. Но это он молодец, конечно. Это он молодец. Здесь уже, кстати, гарнизон какой-то появился в Элии. То есть от каких армий отобьются. Более-менее. Через два хода еще больше будет гарнизон. Что с пищей-то, кстати, здесь в Палестине? С пищей тут печалька. Здесь надо будет обязательно торговый эмпориум ставить. Без этого никак вообще. Так чего? Атаковать-то будем или что? Я так предполагаю, что нет. Потому что что-то много их тут. И эти, и эти. Тут какие-то армии куча. И армянские, и фиганские. Да. Я ночные атаки не умею. Вот что самое противное. Блин, тут добанная. Интерфейс. А, он... Ёпт, а что такое-то? Ай, сука, дезинформация. Так, быстро марш, ты что можешь? Тоже ни хера практически. Блин, я не посмотрел на эту дезинформацию сраную. Так, отойди, я не знаю, конечно. Можно попасть, мне кажется, очень сильно. К сожалению, не получается. Ну, агенты, да. Агенты мучают меня. Война у меня со всеми, да? Да. Хорошо, 9 тысяч у меня осталось. Что я хотел еще сделать? Да, глянем. Всякие разные. Верхняя Британия здесь я кучу всего устрою. Для того, чтобы с порядком разобраться. И, кстати говоря... А, ну, понятно, зима херовая. В Египте здесь тоже строится. С порядком будет нормально. Карфаген строится. Порядок будет нормально. Агентание... Агентание... Мать ее, так... Тоже строится. Это что такое? Дворец губернатора. Тут всякое разное строится. Поэтому вообще непонятно, чем будет. Театр. Дворец губернатора. Табирный. Можно еще один форум поставить. Тараконская Испания минус 3. И ничего не строится, да? Ничего такого не строится. Здесь надо амфитеатр бахнуть. Эта пища еще минус 30. Плохо, да? Ну, можно вот стадо скота, допустим, улучшить. Да, и будет нормально тогда. У меня 1500 осталось. То есть, ну, ни о чем считай. Особня губернатора. Та-та-та-та-та. Чаны для краски. Это сносим. Это тир. Деревня уже не остается. Ну, что в гарнизонный лагерь дает гарнизон? Сноси. Ни одной сторожки хватает, в принципе. Ну, все. Это я, скорее всего, потеряю. Ну, пофигу. 1500 осталось. Чем у меня по сводке? Жрецов у меня больше, видите? Теперь стало. Переманил одного. Армии. Эти я никуда, видите, не ходил. Блин, накосячил, конечно, с этим триарьем. Здесь я армию вернул. Здесь походил, здесь походил. Здесь даже не стал. Хотя, слушайте, можно же на самом деле поднаняться же чуть-чуть. У меня же вон всякие разные там штуки есть. Можно отсюда выйти? Да, нормально, нормально. Можно поднаняться слегонца. У меня тут всякие разные штуки есть. Гентильская схола. Ну, это ударная кавалерия. Корнутые, баллистиарии. Еще одну армию нанять, чтобы веселее было, да? Окей. По политике у меня... Чего? А, магистр кончился. Кто хочет? Кто-нибудь хочет? Ты кто? Губернатор Лигурия. Ну, как раз сюда и пойдешь. Так, ты. Никто не может. Нет, все на должностях. Этот вот уже как бы на магистра воинов назначается. Вот этот персонаж. Полководец Македония. Может на магистра армии пойти? Отлично. А, слушай, отлично вообще. Магистра армии сейчас станет. Ёлба, а вот злой дядька будет. Сплоченность, атака в ближнем бою плюс 10. Прекрасно. Прекрасно. Хорошая армия будет вообще. Больше никто не может. Я бы еще какого-нибудь поставил. Это губернатор. Ну и ладно. Все. На этом можно хоть заканчивать. Погнали. Ёптать. Пульхер, губернатор. Жена какая-то овца. Здесь, блин, кончилось тоже. Давай порядок. Это у нас как раз будет драконская Испания, да? Здесь ничего, к сожалению, не возьму. И это накопление усталости. Это ерунда, это ерунда, это ерунда. А шо ж тогда? Феи. Ну так, наверное, как же еще? Квадрат это у нас полководец. А, полководец причем в этой самой. В Скандинавии. Вот так вот сделаем. Все. Конец хода. Отвали. Устготики. Устготы на Эфес напали. То есть они там своими делами еще занимаются, помимо войны со мной. Это хорошо. Вестготы решили, что ну нафиг. Даны немножко пакостят. Теперь у него две цели, на кого пакостить можно, да, здесь? Убить хотела. Вот сука. Поговорим с тобой на следующий ход. Юты. Своим говнофлотом, говнокоролем, говногрузовым флотом, точнее, ордой куда-то плывут. Нигде им ничего не светит. У них там 4 или 5 отрядов всего. И сосаниды отходят. И здесь куда-то они пошли еще. Я когда побережье возьму, я... Вот это. Я уже не только здесь могу побережье взять, я могу побережье здесь взять, в Палестине. Тарсус, Антиохи, Констанция. Намного проще будет. Можно будет флот расформировать. Вообще сказка. И Армения, у которой тоже 3 армии где-то есть. Вот 2 я вижу, еще где-то бегала там одна. Вот эти мне интересно. Отстань. Аран или кто-то, или Мазуна, я не знаю. Ну, короче, какие-то вот бичи, которые справа от Антиохи находятся. Вот они тоже пришли не нападать, что ли? На моего Триария. Нет, походу нет. Азия пытается защититься агентами. Ну да, смешно. Макрионаполь забирают мятежники. Это пожалуйста, сколько угодно. Это пожалуйста. Правильские агенты. Успех данный, сучка. Предательство, пучная возможность. Критический успех, обман. Ух ты, сука. Это что значит-то? Редки-сепаратисты появились? Да ладно. Политическое воздействие. Отлично. Блять. Что б тебя, черти дрющили? Серьезно, а? Не получается. Не получается ничего. Еще в ответ здесь через один ход будут блестярии элитные готовы. Тут давай еще вот эту агентшу попробуем заманипулировать. Подавить. Успех. Чепешную выполнил. Что это значит? Значит, что переманить не получилось. Запугивание, хитрость, преднадеятельность. А, вот подавление. Вот это надо прокачать. Это рвение, да? Ну, в принципе, так же, как и... Так же, как и в Риме 2. Поэтому я рвение качаю. У него рвение хорошее уже становится. Так, а ты никого тут не будешь... Хотя, вот, агент есть, глянь. Подавить. Критический успех. Ха! Еще один агент. Слушайте, это, короче, практически как в Риме. Прикольненько вообще. Вдохновление населения. Ну... Давай, пойди-ка вот сюда. И здесь стой, вдохновляй. Ну, у меня здесь... Ну, сами видите, да? Давай, я убью вот этих вот мятежников. И посмотрим, насколько у меня изменится порядок. Так, а сколько вообще время там, а? Да, еще есть немножко. Хорошо. Возвращаюсь. И положительный порядок, кстати, плюс 11. Нормально. Нормально. Теперь мне надо только разобраться вот с этими ушлепками. Ну, что может быть... Не так уж прям легко, да? Ну, давай уже на следующий ход, я так понимаю. Немножко поднаймемся. У меня будет три полных стека практически. Ну, тут, блин, конечно... Да нет, нормально все будет. Все будет нормально. Можно даже будет наемников каких-то классных нанять, короче говоря. И разобраться уже с данными раз и навсегда. Они мне двух агентов еще, считай, подарили. Вот. Тут очки надо разобраться с вот этими упырями. Потому что они уже что-то силы набрали. Ёлы-палы. Блин, мне надо было. Ладно. Был шанс, конечно, у них забрать что-нибудь. У них хорошие тяжелые анагры были. Минус пять сердика. Ну... Ок. Сейчас у меня бахнется... А, это эмпории, да? Тогда... Амфитеатр. Загрязнение плюс два, да? Та, ну. То есть разница-то... Считай, здесь загрязнения нету, здесь плюс два. Ага. У меня будет ноль как раз, да? Ну, хорошо. А, вот это еще загрязнение дает. Поэтому мне придется акведук ставить. Ну, ничего-ничего. Блин, очень плохо, конечно, ты плаваешь. Вот флот, по сути, караулит вот эти орды, чтобы они ничего не предприняли. Они тут что вообще? А, в лагерь. Ну, в лагерь он пополняться решил, да? Фассалоники плюс двадцать. Это потому что вот эта вонючка здесь... Окей, ладно, пускай будет плюс двадцать, я их на следующий ход убью. Ко мне нужно... Торговый склад. Это дерьмо перестроить в эмпорий продовольственный, продуктовый рынок точнее. Сделать вот этим. Как он называется? Капитолием. А здесь, видимо, еще одну форму. Еще один. Ну, вот эту хрень надо перестроить. Денег не хватает. Вот так, да. Ну, другое дело. Да, уже ни на что не хватает денег, к сожалению. Поэтому порядок на следующий ход будем повышать. Здесь восточные римские мятежники. Окей. Так, и что здесь будем делать? Здесь меня опять что-то со мной сделали, да? Дальность перемещения двадцать пять. Ой, сволочи, сволочи. Как же вы меня утомили. А, что здесь? Здесь новая от Рояна Бостро. Херась, он убежал. А, ну, чуть-чуть. Чуть-чуть, на самом деле, его догнать. Все норм. И возвращаюсь спокойно вообще. У него очень много перемещения, у моего начальничка. Тут все строится, видите, все классно. Сколько у меня, кстати, уже про этих легионов шестьдесят шесть? Мне надо восемьдесят, да, для победы, для малой? Да, восемьдесят, а для этой сто десять. То есть, всего-то на тридцать поселений. Блин, ну это много, на самом деле, это очень утомительно. То есть, ну сколько можно, это елы-палы. Как бы, по-моему, уже и так понятно, кто в доме хозяин, да? Все это отстраивать. Очень муторно. Повышен ранг. Я уже повысил ранг. Нехватка пищи и квитания. Да ладно. Серьезно? Почему? Потому что нельзя быть на свете красивым таким. Через четыре хода. Проблема решится. И тут... А, через один тут еще больше будет. Нет, это... Недовольство из-за пищи. ОК. Война со всеми, война со всеми. Какими армиями я еще не походил? Агентов я двинул, двинул. Там одного задержали у меня, к сожалению. Эти армии, как бы, нормально. Все, вот этим я не походил. То есть, по сути, можно дальше продавливать. Насколько они сильные, абазги вот эти, да? Сейчас посмотрим. Уровень силы четвертый. Нехера себе. Ну, то есть, опасно на них нападать-то, на самом-то деле. Опасно измельтит мое второе имя, да? Иди сюда. Так, да? Вот так, да? Так, смогут ли, интересно, эти упыри на Трояну вот эту вот напасть? Слушай, ну, блин, могут, могут. Она вообще беззащитная остается. Но у них там не должно быть сил никаких. Но он все равно может напасть. Он может напасть там тремя бичами. У меня есть еще армия? По сводке. Да, у меня еще возможность есть одну армию нанять. А наемников? Наемников тут нихт. Фак. Сделаем следующим образом. Берем. Собираем войска. Кто у нас тут есть? Орвение минус один. Коррупция. Верность. Чуть за ушлепок вообще. Они у меня уже есть, эти, да, у юбки? Я извиняюсь. Это какие-то молодые козлы, что ли, мои? Ага. Ворон. Кто-то еще. А, и вот этот. Грациан ворон. Умбри. И Бабуди ворон. Ворон, ворон. Оба вороны. Бабуди это наш. 16-летний козел. Верность минус один. Коррупция. ПВД с кочевниками минус. Верность плюс один. Глупец. Блядь. Ладно, давай нашего возьмем. Легионов Густа восстановить. Вот ему я отдам. А, что ему отдать? Ну, я ему отдам, наверное. Троих. И кавалерию какую-нибудь, вот, берблюдную, например, чисто для того, чтобы... Ну, так, пожалуй, так. А сам пойду сюда. Другое дело. Так, а пополнение. Пополнение отряда 10%. Давай. Нет. Как бы надо пополниться было. Есть. Прекрасно. Это тот, вонючка, здесь сядет. Но я боюсь, что ему не хватит ни разу. Войск. Ну, просто здесь две армии сейчас огребли. И маленькая вероятность, что еще какие-нибудь армии появятся. Я рискнул. Но это вообще не факт, сами понимаете, да? У меня две кавалерии, три корнута всего. Стены там подраздолбанные, как бы. Неплохо так. В общем, это риск. О, я на него иду. На этот риск. Ко всех. В кучку. Собираем. И армия моя, да? Битва с кочевниками в Переевостоке. Стоимость найма чужезем... Стоимость найма для наемников. Стоимость найма для чужеземных новобранцев. Разница какая. Тяжелая. Это что такое? Стоимость найма для сухопутных войск. Сплоченность. Мне вот эта штука нужна. Хорошему. Вот так вот делаем. О, здесь наемники есть, кстати говоря. Персидские метатели. Есть контакт и эмэса. Это что? Пастбище верблюдов. Пища 65 от животноводства. Ну, так это, блин, замечательно. Четвертого уровня. Лагерь ополчения. Это нафиг. Дом камнеруба. Во что это перестраивается? Какую-то херню. И городок тоже сносим. До второго уровня. Так будет лучше. Что такое общественные земли, городка? В тире. А во что это можно перестроить? Старушку. Давай старушку бахнем. Старушка, ну, кстати, да. Кстати, скорее всего, сейчас проатакуют меня здесь. И, может быть, стоит вернуть сюда армию. Я вот не знаю. Вот эти вот уроды. Все. Они вообще запросто могут мне сейчас на тир напасть. Вот запросто. И, скорее всего, они нападут. Скорее всего. Так что, возможно, я не буду тир оборонять. Пускай они его берут. Ну, в смысле, отстраивать. А потом я вернусь просто и все. Ну, то есть, понимаете, да? Такая вот... Вот так вот, короче говоря. Все, пока что конец хода. Будем посмотреть, что получится. Сассаниды, конечно, могут сейчас ударить очень неплохо. Я думаю, что тир они заберут, если не идиоты. В смысле, если идиоты. Потому что я бы на их месте. Вот что бы я делал? Я бы сейчас собрал в кулак вот эти все четыре армии и ударил бы по моим трем. Может быть, с помощью агентов там задержал кого-то. Вот. Они могут сейчас взять тир. И, соответственно, распылить свои силы. Подставить какую-то армию. Потому что тир это вообще не приз ни разу. А вот если они армию свою сольют, вот это будет уже кирдык. Ну, вот сассаниды, собственно, работают агентами. И... Ох, ты посмотри. Ты посмотри, что творят. А, они просто в осаду взяли. У меня же полководец ночной атаки умеет до белоида. Понятно, короче. В осаду и мясо взяли. Я-то думал, вот что сейчас стоят армии. Еще бы и еще и еще подвели бы. Вот это было бы весело. Такое мясо было бы на поле боя. Но они этого не сделали. Теперь Аббасги там что-то чешут репу. Тут какая-то армия. Армяне что, в атаку идут? Эй. Куда он так уплыл медленно? Покажите, что куда он плывет-то? Он на тир, наверное. На, на тир. Армяне на тир напали. Ну, как бы можно понять его, да? Нет, пускай забирают, конечно, пускай. Я вообще не против. Это распыление сил со стороны армян, как бы. Окей. Может, они договорились, конечно, с анидами, я не знаю. Ну, я ждал такого исхода событий, что тир я оставлю. Но просто сколько можно было там сидеть, уже надо как-то было продвигать события. А он его просто грабанул, да? Так, мне надо флот свой передвинуть, кстати говоря. Чтобы вот такой атаки с моря больше не было. Я сейчас, наверное, флот двину. Что-то я раньше об этом не подумал, блин. Сколько думать можно? Алло. Что, макраны и Азия? Ну, Азия вроде далеко от меня. Ну, ты смотри, напал. Я не хотел его убивать, потому что... Блин, ты посмотри, какая красота. Не хотел его убивать. Супорядок поднять немножко. Но он сам не стерпел. Сколько я потерял? Девятнадцать человек. Пятьсот монет возьму. Провал. Уданных провал. Противник начал осаду в Сирии. Дезинформация. Провал, провал. Критическая неудача. Враг разграбил наше поселение. Успех в Лигурии. О, это что такое? Так задрал меня уже задерживать. Реально задрал. Еще один урод появился здесь. Ладно, окей. На этом я закончу пока. Всем спасибо, кто смотрел. Это был код Атила Тоталор. Легендарный уровень сложности. Война против всех. Никому никакого мира. Всем пока. Майк, подписка, все дела. И в группу ВКонтакте забежите, не забудьте. Продолжение следует.